Одним из лидеров по урожайности традиционно является Гродинская область, где собирают почти 50 центнеров с гектара. Именно здесь каждым днём всё больше лидеров по намолоту. Так в Зельвинском районе практически за сутки появились сразу три экипажа-тысячника. Молодцы, так держать. О героях жатвы и такой важной работе по обеспечению продовольственной безопасности. Репортаж Юрия Корниловича. Это зима пшеница, болитус, колос уже созрел, налился, ну, немножко климатические условия подвели, но колос неплохой на сегодняшний день. Главный агроном Вячеслав Сданович сегодня результатами работы растениеводческой группы доволен. Зерновые удалось вырастить не хуже прошлогодних. Правда, стоило это огромного труда. Свою битву за урожай в хозяйстве начали ещё с весны. На протяжении почти двух месяцев ни капли дождя. Чтобы соблюсти все технологические процессы, работать приходилось ночью. Была засуха более 50 дней, то есть дожди у нас не проходили, приходилось работать химзащитой всей, яровые, зерновые перепалывать в ночное время, когда хотя бы минимально была роса. Потому что днём 25-30, это уже нарушение всей технологии агрономической. Результаты сегодня впечатляют. Урожайность более 60 центнеров с гектара. Осталось только оперативно всё убрать. Но здесь проблем не будет, уверены в хозяйстве. Технику подготовили на 100%. Запасные части закупили впрок. Есть возможность устранить любую поломку прямо в поле. В хозяйстве имеются три мастерские, где производился ремонт, укомплектованные полностью инженерной службой. Вошли в уборку все 100% комбайны. Есть техническая бригада, которая дежурит по вызову, выезжает на поле, делает оперативный ремонт. Обеспечено также пожарное прикрытие. С такой поддержкой механизаторы уже в первые дни жатвы ставят рекорды. Экипаж Геннадия Кузьмича, к примеру, в день намолачивает больше 100 тонн зерна. Поздравляю, вы на своем древнем комбайне, сколько ему тут лет, 12 лет, стали вторым тысячником в районе. Быть лидерами большая ответственность, признается Геннадий Кузьмич. На уборочный механизатор 22 сезон. И все это время чувствует поддержку коллектива. Тысяча, это уже какой-то результат есть от работы. Что вот и комбайн не подвел, и напарник, и инженерная служба хорошо работает. В прошлом году там 1200 или 2200 где-то. Это может, если все хорошо, побольше будет. А это уже соседнее хозяйство Голынка. С разницей буквально в несколько часов здесь определился свой лидер. Александр Макаревич намолотил тысячу тонн всего за семь дней. Результат закономерный, признается механизатор. В этом году получил новый белорусский комбайн. Убираем уже неделю. Урожай очень хороший. Машина не подводит в принципе. Единственное, что погода подводит. Но даже повышенная влажность сегодня для аграриев не проблема. Зерносушильные комплексы справляются с объемами. Мощность такой установки до 30 тонн в час. Зерносушильный комплекс в хозяйстве работает практически круглые сутки. Зерно сюда поступает, что называется, с колес. Здесь, примерно, находится около 200 тонн озимой пшеницы. И через 24 часа вся она будет переработана. Сегодня главная задача для аграриев – вовремя и без потерь убрать урожай. Потому используют каждую погожую минуту. К примеру, в Гродненской области техника в полях с утра и до позднего вечера. Зерновые обмолачивают, пока не выпадет роса. В регионе уже собрано более 300 тысяч тонн зерна. При средней урожайности – почти 50 центнеров с гектара. По мере созревания полей интенсивность работ будет только возрастать. Юрий Корнелович, Виктор Бака, Агентство теленовостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова